Как стать менеджером? Как раз Тимофей Левицкий, автор, зачинщик всей этой программы. Мы послушали, как Александр выступает на конференции, и нам это очень сильно понравилось, потому что опыт менеджера удалось увидеть даже за те 30 минут или 50 минут, я не помню, сколько было выступления. По техническим причинам, я помню. Это видно на самом деле, и мы, естественно, хотим с такими людьми разговор продолжать. Надеемся, что и вы сегодня сможете почерпнуть что-то полезное для себя, спроецировать это на себя. Если у вас есть какие-то свои вопросы, то, безусловно, задавайте, мы постараемся на них сегодня ответить. Саша, придайте слово, мой первый вопрос традиционный. Расскажи свою историю, как ты стал директором, после этого началось, и как ты оказался там, где ты находишься сейчас. А я пойду сейчас за кадром, всех оттуда морально поддерживайте, оттуда же буду задавать вопросы. Всем привет, меня зовут Семенов Александр. Я, наверное, в двух словах скажу относительно того, каким бизнесом я занимаюсь, потому что это будет, наверное, интересно для контекста. Я руковожу достаточно крупной компанией в области информационных технологий. Она работает на рынке уже 13 лет. В ней в настоящий момент работает 500 человек в Санкт-Петербурге, в Москве. Центральный офис находится в Санкт-Петербурге. Здесь мы одна из самых крупных компаний. И мы делаем проекты, это очень важно, по внедрению различных информационных систем у наших клиентов. То есть наша задача прийти, понять, как работает бизнес, а дальше внедрить информационную систему так, чтобы клиент почувствовал, как информационные технологии позволяют ему лучше работать с клиентами, лучше управлять товарными запасами, либо более эффективно автоматизировать финансы, бухгалтерию в разных областях. Вот в этом наш бизнес. Соответственно, что мы делаем? Мы эти услуги продаем. Мы делаем так, что клиент получает качественную услугу. Мы активно позиционируем себя как хороший работодатель. Мы воспитываем людей, вкладываем в них знания, ресурсы, а дальше управляем вот этим полным проектом. Ну и стараемся не отставать от меняющегося рынка, потому что он меняется очень быстро. Постоянно появляются новые технологии. И мы хотим, чтобы клиенты не просто в нас видели как автоматизатора, а как людей, которые лучше них понимают тенденции и выбирают все лучшее с рынка, комбинируют и на основе этого делают проекты. Если говорить обо мне, я в компании работаю не с самого основания, это тоже интересно. Потому что у нас обычно кто компанию основал, тот и директор. В моем случае это не так. То есть я в компании работаю почти 10 лет, а компании 13 лет. Ну просто так получилось, что тот директор, который был до меня, он решил сменить сферу деятельности абсолютно осознанно, хотя он был и директором, и основателем. И в определенный момент, когда я уже в компании работал несколько лет и был директором по развитию, мне предложили стать генеральным директором. А так вообще я прошел весь путь от студента, потом стажера, потом ведущего специалиста. И в компанию я пришел не генеральным директором, я пришел просто менеджером, но постепенно-постепенно мне предложили стать генеральным директором. И в общем вместе с компанией я проходил и кризис, который был. Ну и в общем-то вот в компании сейчас оборот примерно 80 миллионов долларов, в компании работают 500 человек, как я уже сказал, я ее генеральный директор. В общем, путь мой был постепенный. Поэтому, наверное, я ответил на вопрос. Я думал, что да. Саша, у меня возник вопрос, что случилось с предыдущим генеральным директором? А вот он решил, что он хочет заниматься другими отраслями. И он развивается по другим направлениям. В частности, это последний его проект в области телекоммуникаций. Ему просто стало интересно заниматься другими вещами. Я считаю, что это тоже большое мужество. И такой очень яркий прецедент, когда человек осознанно решил сменить сферу деятельности. Он нашел директора, который на себя все это взял, смог ему все это постепенно передать, так, чтобы бизнес не сильно пострадал, а потом развивался. И отошел и занялся чем-то другим. Я считаю, что это, конечно, такое большое мужество и проявление такого стратегического подхода к своей судьбе. У нас поступил первый вопрос от слушателя. Валерий спрашивает, как ты считаешь, чтобы стать хорошим управленцем, нужно ли сначала стать хорошим исполнителем? Ну, я много думал об этом, конечно же, осознавая свою роль в организации и почему я этим не занимаюсь. Я считаю, что есть разные пути. Я видел много хороших управленцев, которые всегда ими были и никогда не были наемными сотрудниками. Либо никогда не были. Но я считаю, что все-таки этот опыт очень полезен, потому что, например, мне он очень сильно помогает. То есть я хорошо понимаю, что чувствует сотрудник на всех ступенях карьерного роста, потому что просто я их прошел. Поэтому считаю, что этот тезис, что хорошо управляет тот, кто хорошо подчиняется, с моей точки зрения, он тоже правильный. И можно посмотреть на историю нашего государства, ну и, в принципе, на историю каких-то людей. Я бы здесь единственное разделил две функции. То есть функцию предпринимательства, как таковую, и функцию управления. То есть у нас часто их смешивают. На классических рынках все-таки они разделены. И не факт, что хороший предприниматель, он хороший управленец. Ну дальше, в принципе, здесь, наверное, можно привести в пример книгу, которая очень хорошо это описывает. Это вот Исхак Азизис написал книгу «Жизненный цикл организации». Она мне очень близка, потому что я видел на живых примерах, когда стартует какой-то бизнес, как меняется роль лидера в организации. То есть если изначально все-таки основная роль – это такая вдохновляющая предпринимательская, то постепенно, постепенно никуда не деться. То есть постепенно нужен менеджер, который будет заниматься управлением процессами, финансами. И не всегда это должен быть один человек. И вот как раз, мне кажется, максимальное мастерство, оно состоит в том, чтобы осознать, на каком этапе ты находишься вместе с организацией. Ну и дальше понять, что тебе лично нужно, потому что человек всегда эффективно занимается тем, в чем он хорош. И если человеку удается осознанно меняться вместе с организацией, либо менять организацию под себя, либо менять что-то в своей жизни, в том числе и организацию, это, конечно, очень… Ну, если он это делает осознанно, это всегда, конечно, очень здорово. У нас как раз по поводу Одизиса поступил комментарий, что уход предыдущего генерального директора – это нормальный уход развития по Одизису. И человек просто, какое же здесь мужество? Ну, я могу сказать, что очень мало организаций, по крайней мере, в том бизнесе, в котором я работаю, где генеральный директор взял и ушел. Ну, по крайней мере, вот я могу сказать честно, я таких прецедентов не знаю. Вот, ну, это не значит, что этого нет, да, но просто вот на том рынке, на котором я работаю, это большая проблема. То есть, ну, не то, что проблема, просто, ну, вот организация равно человек. И когда человек в организацию уходит, это всегда не так просто. Поэтому мужество состоит в самоосознании того, что ты хочешь, и действиях по изменению. Вот я считаю, что в этом мужество. Потому что есть рынки, которые растут гораздо быстрее, например, чем рынок информационных технологий. Может быть, там больше возможностей, больше денег. И если человек хочет этих новых возможностей, он тут шаг делает, ну, это здорово. Саша, вопрос такой, вот когда ты стал генеральным директором, что было самым трудным? Потому что очевидно, что работа совершенно разная, да, менеджера, директора, там еще между ними, наверное, было какое-то количество ступеней. Что было самым трудным, самым неожиданным трудным? Ну, надо отдать должное, что я генеральным директором становился постепенно, да, то есть мне власть передавали в течение 9 месяцев, все об этом знали. И я считаю, что, конечно, очень здорово, когда есть постепенный вход в какую-то тему, когда есть люди, с которыми можно посоветоваться. Вот, и плюс до этого я тоже, я работал директором достаточно большого департамента, в котором было много проектов, много людей. И, на самом деле, работа, связанная с управлением проектом, в широком смысле этого слова, где есть ограниченные ресурсы, и на выходе должна быть прибыль, опять же, в широком смысле этого слова. Ну, это то, чем я занимался постепенно в своей жизни на разных этапах. Самое сложное, мне кажется, здесь находить баланс между двумя вещами, да, то есть между инновациями, когда вы хотите развития, и затратами. Потому что инновации, это хорошо, но они мгновенно доходов не приносят. А зарплату генеральному директору надо платить ежемесячно, а вообще по закону даже два раза в месяц. Вот, есть аванс, есть зарплата. Так вот, хочется одновременно и движения вперед, которые требуют обычной инвестиции, и очень тонкого управления затратами. Потому что, если в конечном итоге ты приходишь в точку, где у тебя нет денег, вот, это очень сложная точка. Я в таких точках был, вот, и могу сказать, что это очень непросто. Окей, поступил вопрос, Саш, как ты дорос для директора департамента? Людей очень интересует, как все-таки люди растут. Ну, кроме того, что это происходит постепенно. Ну, я дорос очень просто. Я пришел на позицию, у меня не было ни одного человека в подчинении, вот, и мы обсудили, чем я буду заниматься, выбрали два направления, и я начал брать людей себе на работу. То есть, сначала я был одним сотрудником департамента, а потом у меня было в подчинении два человека, потом четыре, вот. А в конечном итоге у меня было примерно 150 человек в подчинении, и объем бизнеса, там, около, на тот момент, там, 15 миллионов долларов. Этот весь бизнес, там, ну, создал я, в общем-то, своими руками. Вот так я стал директором департамента. Окей, хорошо. Вопрос еще вот какой. Сейчас, я, если правильно понимаю, ты руководишь довольно большой организацией, куда входят и директора департаментов, и менеджеры. И вопрос очень практический, как ты понимаешь, что менеджер вот готов расти? То есть, по каким признакам ты понимаешь, что человеку нужно давать продвижение? Ну, для меня здесь ответ на этот вопрос очень простой. То есть, я считаю, что надо работать с теми людьми, которые реально хотят брать на себя больше. Да, то есть, это всегда видно, то есть, человек берет на себя ответственность, или не берет. То есть я для себя сделал вывод, что не надо работать с теми людьми, которых ты видишь в качестве руководителей, которые не хотят брать на себя ответственность. То есть ты можешь человеку продавать идею, что надо брать на себя ответственность, ты можешь его убеждать, склонять, но в конечном итоге все это бесполезно, потому что наступает момент, когда происходит взаимное разочарование в ожиданиях, то есть ты человека куда-то направил, а не получается у него. Это не значит, что не надо с этим человеком работать. Есть большое количество специалистов, которые несут ответственность за ту свою работу, которую они делают. И не все должны быть руководителями, не все должны быть директорами. Я очень четко для себя понял, что человек должен работать в той зоне, которая для него комфортна. И есть люди, для которых комфортно брать на себя ответственность, брать на себя ее как можно больше. Вот надо им ее давать, то есть если человек хочет, надо ему давать. Другое дело, что есть многие люди, которые не знают, чего они хотят. И это тоже нормально. Ну, значит, надо вместе думать, попытаться вместе на эти вопросы отвечать. Как-то так. Помимо ответственности, есть ли еще какие-то качества, которые ты оцениваешь? Ну, да. То есть у меня есть много качеств, которые я оцениваю. Какими качествами должен обладать менеджер, помимо того, чтобы брать на себя какую-то ответственность, которой там нет движения? Я считаю, что вообще такое фундаментальное качество, вокруг которого складывается очень много, это, конечно, позитивное отношение к жизни и своему месту в окружающей среде. То есть человек должен генерировать положительную энергию. Это не значит, что она должна быть там безумной, да. То есть просто у него глаза горят, он делает там, не знает ничего. Нет. То есть это должно быть такое осознанное, позитивное отношение к жизни. Мне кажется, что это вот такое фундаментальное качество, которое дается с рождения, закладывается родителями. Но если этот позитив есть, он позволяет сделать очень-очень-очень много. Вот. Дальше, помимо позитива, уже многие смеются, когда я это говорю, но мне кажется, что это очень важно. То есть это проактивное отношение к текущей ситуации, да. То есть вот есть ситуация, есть человек, который наполнен позитивом, и у него есть проактивное отношение по отношению к тому, что происходит. То есть он рассматривает себя как существенную часть системы и именно от себя строит процесс изменения этой системы. Вот. Ну, про ответственность я уже говорил. Вот. Очень важно, да, то есть это вопрос взаимной ответственности честности и долгосрочного планирования как отношений, так процессов, проектов. Ну, то, что называется партнерский подход, да. То есть простое слово, но оно очень яркое и достаточно хорошо описывает. Ну, наверное, такие основные вещи, о которых я сказать хотел, я сказал. Саш, были ситуации, когда менеджера продвигали дальше в директора департамента или куда-то еще, и потом оказывалось, что это решение неудачное, то есть не сработало? Были, да. Причем несколько, я даже сказал не то, что ни один, ни два, ни три, гораздо больше. Вот. Ты пытаешься, я вернусь к тому, о чем я говорил, ты пытаешься человеку навязать какую-то роль, ты его даже в этой роли видишь, но оказывается, что он пока к этому не готов. Либо ситуация, которая складывается вокруг этой позиции, она очень тяжелая. Но у меня есть, уже сейчас можно говорить, вот за эти 10 лет, что я работаю в организации, можно видеть, как это, что происходит потом. Потом происходит следующее, что все равно, да, человек не справляется, может быть даже он уходит из компании, но потом ты с этим человеком продолжаешь работать просто в другой роли. Например, у нас были, ну, ситуации, когда мы директора ставили директором департамента, он работал месяц, два, три, четыре, потом приходил и говорил, слушай, я не могу больше, мне некомфортно, я говорю, слушай, ну, ничего страшного, давай подумаем, что в этой ситуации делать. Когда-то человек оставался, переходил на роль специалиста, когда-то он уходил из организации, какое-то время отдыхал, потом возвращался обратно, но совершенно в другой роли, вот. И это, конечно, очень здорово, когда человек способен вместе с организацией осознать, что мы сделали что-то не то, а потом сделать правильно, да, но я считаю, что это нормально. Гораздо лучше что-то делать и понимать, что это ошибка, чем не делать ничего. Поэтому я считаю, что надо всегда людям давать шанс, но не надо, пользуясь силой, да, то есть руководители, они все обычно достаточно сильны в убеждении. То есть вот не надо пользоваться силой убеждения для того, чтобы создавать у человека иллюзорность будущего, да, иллюзорность будущего, потому что это очень сильное оружие, ты человеку даешь надежду, да, а по факту оказывается, что этого не случается. Поэтому очень важно людям вместе с ними осознанно прогнозировать, что будет происходить в будущем. И основываться не от эмоций, а от фактов. То есть если у человека раньше получалось управлять проектами, а мы сейчас хотим ему дать больший проект, значит надо отдельное внимание уделить тому, насколько в крупных проектах важен элемент не столько знания предмета, сколько умение управлять там конфликтными ситуациями, умение мотивировать людей, умение принимать решения в условиях, когда ну совсем нет никакой информации для того, чтобы эти решения принимать. И ты понимаешь, что ты человека помещаешь в зону некого нового дискомфорта, вот насколько ему будет интересно преодолевать этот дискомфорт, насколько он в себе найдет силы. Это важно не только с точки зрения его профессиональных качеств, но в том смысле, а что у него сейчас в личном плане происходит, да, потому что если у человека в личном плане все хорошо, то он и на работе может делать гораздо больше. Ну вот это такие базовые вещи, но они, как мне кажется, очень важны для понимания того, что и люди меняются, и организация меняется, и задача руководителя – это аккуратно совмещать этот пазл, да, где есть организация, есть человек, есть личные какие-то вещи, и делать так, чтобы человеку было максимально интересно, комфортно, и тогда он раскроется. Саша, спасибо. У нас поступил отличный вопрос, как мне кажется. Вопрос в следующем, что будучи менеджером разных уровней, ты наверняка получал много обратной связи от своего начальства, от, может быть, коллег. Какую обратную связь получаешь сейчас ты, как генеральный директор, и хватает ли ее? Ну, конечно, не хватает обратной связи, да, то есть проблема генерального директора в том, что очень трудно получить объективную обратную связь, да. Это хороший вопрос, над ним можно долго думать, но ответ такой – не хватает. Теперь вопрос, какие инструменты я сам себе придумываю для того, чтобы эту обратную связь получать, да. Ну, я, наверное, какие-то… То есть у меня есть некое количество доверенных лиц в компании, которые, как я считаю, мне не врут. Вот. И я могу им достаточно открыто задавать вопросы, причем на одну и те же тему в разных форматах. И я вот от них какую-то информацию получаю, и это может показаться странным, да, но вот мне, как для генерального директора, чем больше мне будет, грубо говоря, говорить что-то плохого с точки зрения того, как устроена организация, там, про мою роль в этой организации, ну, тем мне, например, интереснее, да, потому что там слушать какие-то хорошие вещи и нет. С другой стороны, есть методики, да, и вещи, связанные с опросами, в том числе анонимными вопросами, вещи, связанные с некими такими модерируемыми мозговыми штурмами. Вот мы, например, там, собираемся через две недели провести такое обсуждение, да, то есть именно проблемные точки организации, как мы собираемся их решать, насколько мы понимаем совместно, что с этим делать. Вот. Мне не хватает обратной связи, ответ такой, и я активно придумываю инструменты, как ее получать. Спасибо. У нас, кстати говоря, была небольшая обратная связь про Corus, когда мы анонсировали твой мастер-класс. Одна девушка нам написала, что, слушайте, ну в Corus топ-менеджером работать очень легко. Вот менеджером обычно там в полях живется очень... Насколько это близко к реальности? Вот. И мог бы так прокомментировать насчет того, что топ-менеджером живется легко? Правда легко? Давайте я просто расскажу, может быть, по поводу того, чем я занимаюсь. Вот. А также попытаюсь рассказать, как разные люди видят, как работают их начальники и подчиненные. Мне кажется, это достаточно интересно. Вот. Но я, на самом деле, у меня график такой. Я провожу понедельник, пятницу в Санкт-Петербурге, а вторник, среду и четверг в Москве. При этом в Москве я провожу по восемь встреч в день. То есть у меня там первая встреча начинается в восемь утра, а последняя заканчивается в десять вечер. Вот. То есть я работаю много. Значит, по поводу моих партнеров, директоров, с которыми мы работаем, у них график похожий. Может быть, они проводят не три дня в неделю в других городах. Ну, два так точно проводят. Вот. При этом нагрузка, которая на них лежит и ответственность, но она колоссальная, потому что у нас именно партнерская модель реализована. То есть у нас директора отвечают и за продажу, и за продажи, и за проекты. И среднее количество проектов, которое идет в департаменте, оно там, наверное, ну, в одном департаменте это там десять-пятнадцать проектов. С учетом того, что у нас десять департаментов, значит, у нас сейчас одновременно идет порядка ста проектов. В чем проблема проектов? Проблема проектов в том, что когда мы этот проект продаем, мы продаем, в общем-то, некое будущее организации, наложенное на информационную систему. Поскольку эту информационную систему, ну, никак руками в момент старта потрогать нельзя. Поэтому, к сожалению, мы всегда начинаем проекты в условиях неопределенных рамок, неопределенных ожиданий. И это очень сложный бизнес, потому что в конечном итоге клиент должен получить ценность, которую изначально нельзя потрогать руками, на нее нельзя посмотреть, и нельзя никуда поехать и посмотреть, что вот там то же самое, потому что и что ни говори, все-таки все бизнесы очень сильно отличаются. Поэтому такие проекты, они требуют огромного мастерства от менеджеров проектов для того, чтобы ими управлять. Я могу сказать честно, что в нашей организации менеджеров, которые могут крупным проектом отправлять, управлять от начала до конца, несмотря на все наши попытки, инвестиции, обучение, их немного. И связано это с тем, что проект по автоматизации крупной организации, он затрагивает все уровни. То есть мы работаем от уровня начальников отделов, от уровня специалистов, начальников отделов, директоров департаментов до уровня, не знаю там, представителя правления банка или вице-президента по логике. Поэтому, когда такие проекты делаются, проектная организация с нашей стороны, она работает на всех уровнях. И менеджер, он выполняет очень важную роль, но работает не только менеджер, работает и его начальник. И я по многим проектам работаю. И, к сожалению, в проектах очень часто возникает ситуация, когда требуется обсуждение и рамок, и бюджетов. И это огромная работа, невидимая, которую делают директора департаментов. Мы чем можем, помогаем менеджерам, их не бросаем. И наша, конечно, основная задача в организации делать так, чтобы люди хотели в ней расти. Я вот честно могу сказать, как директор, что я делаю все для того, чтобы на всех уровнях организации выделять тех людей, которые реально способны брать ответственность за конечный результат. Не за процесс, да, что у нас идет проект, у нас есть документы, а за результат. А результат для меня очень простой. Это даже не прибыль. Для меня результат – это клиент, который доволен нашей работой. Потому что, если клиент доволен работой, вот деньги – это самое простое, что можно с ним обсудить. Самое простое. Но вот как дойти до момента, когда в условиях неопределенных рамок начинается крупный проект, и в результате получается система, которая соответствует требованиям организации, вот это самое сложное. Вот. И очень мало людей, которые готовы нести ответственность вот за этот результат, вот за этот. Потому что, чтобы это случилось, нужно и продать хорошо, и найти команду, которая может это делать. А проекты продаются годами, и никогда не известно, какие люди будут свободны, когда проект будет продан. Поэтому это просто очень сложный бизнес, и мы готовы учить на всех уровнях людей, что нужно делать, чтобы был успех. Очень много в это инвестируем, и я, как генеральный директор, уделяю огромное внимание для того, чтобы на всех уровнях организации таких людей выделять, и давать им возможность внутри организации развиваться. – Спасибо. Отличный ответ. У нас есть небольшое уточнение. То есть у вас менеджеры проекта, они общаются с конечным заказчиком или с президентом банка? – Ну, я могу сказать, что, во-первых, все менеджеры проектов общаются с конечным заказчиком, вот, обязательно. И с вице-президентом банка тоже. – И второй вопрос. – Да. – Получаете ли вы обратную связь от клиентов, конкретно ты получаешь обратную связь и запрашиваешь? – Да. Ну, я считаю, что моя основная задача в организации – это быть в максимальном контакте с конечными клиентами, потому что, если это будет не так, я никогда не смогу определить правильно стратегию. Вот. Поэтому я очень много общаюсь с клиентами. То есть в неделю я думаю, что я общаюсь минимум там с, не знаю, там с пятью-шестью клиентами лично. Вот. А по телефону я думаю, что минимум там 20 клиентов. Вот. Соответственно, вопрос был в том, общаюсь ли я с клиентами. Ответ – да, общаюсь, конечно. – Окей, спасибо. Много вопросов про обучение. На пути от менеджера к генеральному директору было ли какое-то обучение, тренинги, MBA, книги или просто все в бою познавалось? – Ну, несомненно. То есть я, во-первых, получал специализированное дополнительное образование в Эмиспе. Вот. Большое спасибо, собственно говоря, моему руководителю, который, во-первых, сказал, что это нужно сделать, во-вторых, меня в этом поддержал. Это очень важно. Во-вторых, ну, я считаю, что, конечно, задача человека – это постоянно развиваться. Другое дело, что способы вот этого развития и инструменты, они могут быть разные. разные люди воспринимают по-разному информацию. То есть для кого-то более правильные тренинги, кто-то читает книги, кто-то ни тренинги, ни книги не читает, зато настолько эффективно обучается в бою. Я думаю, что, конечно, правильная стратегия – это комбинация всех этих инструментов. Вот. Я и тренинги какие-то посещаю, и книги читаю. Ну, и, конечно, очень много чего познается в работе. Но я считаю, что правильно – это комбинация этого всего. Вот в моем случае это так. Саш, можешь ли порекомендовать какие-то книги, которые произвели на тебя наибольшее впечатление управленческие? Или, может быть, не только управленческие? Ну, я просто из того, что я последнего прочитал. Вот последняя книга очень, я считаю, классная. Я всем советую ее прочитать. Это книга Тони Шея, которая называется «Доставляя счастье». Она описывает историю компании Запас. Это в свое время стартап, который был организован в США по продаже через интернет обуви. Что классно в этой книге, в том, что она, в принципе, охватывает очень простым языком. Она очень небольшая. Там книга, в которой нет лишних слов. Мне кажется, она хорошо описывает следующие вещи. Она отлично описывает роль идера в организации, роль генерального директора в организации. Она очень хорошо описывает, что такое процесс добавленной стоимости для клиента. Она очень хорошо описывает, что такое стратегия. И, с моей точки зрения, там очень простым языком описаны фундаментальные вещи, о которых я там, например, много думал. А именно, например, что такое корпоративные ценности, связь корпоративных ценностей и счастье человека. очень хорошо написано, нет лишних слов. Вот все по существу. Я просто рекомендую эту книгу прочитать. Даже ничего другого сейчас советовать не буду, потому что реально прочитать эту книгу – просто супер. окей, спасибо, книга действительно отличная. Пока у нас поступил большой вопрос, я сейчас попробую осмыслить, пока Александр будет отвечать на следующий вопрос. Саша, вопрос был следующий. Ты, наверное, знаешь, что аббревиатуру CIO, Chief Information Officer, еще иногда расшифровывают как «Career is over», а карьера закончена. Как ты для себя видишь дальнейший путь? Сейчас ты генеральный директор, что дальше? Так, я бы здесь… здесь, на самом деле, два вопроса в одном. Вопрос, наверное, первый действительно, потому что CIO – это Chief Information Officer, то есть это директор службы информационных технологий организации. И если вопрос был о том, действительно ли является директор по IT, – это конечная точка карьеры? Я думаю, в этом был вопрос, да? Так? Да, абсолютно, да. Тогда это очень интересный вопрос, и я бы хотел на него ответить. Значит, я видел разные истории. Я видел, когда действительно IT-директор – это тупик, и я видел много IT-директоров, которые делают шаг и выходят на другой уровень. Другое дело, что это очень непростой путь, но тем не менее он… я думаю, пару слов скажу. Мне кажется, что вот как в истории с IT-директором, так и в истории с финансовым директором, так и в истории с HR-директором – все зависит от того потолка, который сам себе человек ставит. И основная проблема – это перейти от уровня функции в организации к уровню стратегии. Причем перейти не на словах, когда ты начинаешь хорошо рассказывать про стратегию, а сделать этот переход вот ровно то, о чем я говорил, когда ты реально начинаешь отвечать за бизнес. Бизнес – это точка, где есть клиент довольный и есть прибыль. Вот это называется бизнес. Потому что если клиент довольный, а прибыли нет, это не бизнес. И если есть прибыль, а клиент недоволен, ну я тоже считаю, что это не бизнес. А точка, которая называется бизнес – это довольный клиент и прибыль. Так вот, собственно говоря, мне кажется, что если вот этот шаг удается сделать, ну например, да, вот роль IT-директора. Вот сейчас это вообще просто, потому что от IT идет огромное количество инноваций, и именно IT-директор может приходить к генеральному директору и говорить, слушай, вот у нас сейчас клиенты получают такой продукт, а мы можем делать вот это. Да. И на самом деле от IT-директора, генеральный директор всегда ждет вот этого. И для генерального директора проблема найти такого человека, который придет ему и не будет рассказывать, что нам надо купить сервер или нам надо внедрить информационную систему. Это не интересно. Интересно, как повысить качество, доступность, красоту наших услуг для клиентов. И если IT-директор начинает идти вот в такой позиции, это вообще другой разговор. Просто большинство IT-директоров так не умеют разговаривать. Они все, давайте внедрим систему какую-нибудь крупную, там синего цвета, красного цвета или международного вендора. Это не интересно. То есть генеральному директору интересно не это. ему интересно, как сделать так, чтобы бизнес развивался. Вот как только HR-директор, финансовый директор, IT-директор начинает думать про это, ну вот мы получаем как раз следующий шаг. Вот. А по поводу, ну это я ответил на первый вопрос. Я не считаю, что IT-директор это таковая точка, я считаю, что все планку забивают себе в голову. И проблема в том, что рынок развивается очень быстро, а многие не могут сделать следующий шаг. То есть уже все, уже идут, как это, big data, да, уже социальные сети, уже мы ищем тонкие связи предпочтений друзей и, собственно говоря, коллег, и на основе этого предлагаем банковские продукты. А мы все пытаемся внедрить в сервер. Все, уже мы про сервера ушли уже в облака в реальной жизни, да. То есть уже никто не тратит большие бюджеты на то, чтобы разработать какую-то систему. Мы хотим ее получать как сервис. И задача IT-директора, в общем-то, нести в массы инструменты, которые повышают эффективность. По поводу того, чем заниматься дальше генеральному директору, ну это тоже очень интересный вопрос. На самом деле, мне кажется, что здесь есть два основных пути, да. То есть первое, я считаю, что основная задача директора это делать так, чтобы организация развивалась быстрее него. Вот это, конечно, круто, да. То есть, ну чего, если тебе делать нечего, но сделай так, чтобы организация, она тебя перепрыгнула, да. Вот эта задача, она, конечно, реально очень интересная. Вот. Но есть другая задача, да. Вот этим позанимался, давайте будем заниматься чем-то другим. Тоже возможный вариант. Тогда надо сделать так, чтобы тот бизнес, который ты построил, чтобы он не умер, да. Чтобы был другой человек, который этим занимается. Ну, а ты можешь заниматься, там, стартапами, ты можешь заниматься новыми передовыми технологиями, там, электрокар развивать. Вот. Либо 3D принтерами заниматься, либо развивать, там, новых, супер инновационных операторов связи. Да чем, можешь вообще ничего не делать, там, книги писать. Главное, чтобы было в кайф, да. Потому что если то, что ты делаешь, это вот реально тебе вот, ну, то, что называется, состояние потока, тебя от этого прет, да. Ну, тогда это действительно получается. Вот. А путь, путей может быть миллион. Главное, чтобы было, ну, гармония была в этом во всем. Вот тогда все будет получаться, да. Спасибо. Отличный ответ. Саша, поступает несколько вопросов сразу. Как ты наводишь тайм-менеджмент? И что с балансом между работой и личной жизнью? Как удается при таком графике вот еще и удовлетворять своих персональных заказчиков, скажем так, семью? Ну, это достаточно сложный вопрос. Потому что, конечно, семья на все на это смотрит. Так, крути близка. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что очень важно взаимопонимание, да. То есть, если твои близкие видят, что то, чем ты занимаешься, это существенная часть твоей жизни, и без этого ты вот этой гармонии не получаешь, ну, тогда это хорошо. Потому что, еще раз, я вернусь к тому, о чем я говорю. То есть, в этом во всем важна гармония. Если гармония есть, то человек эффективно работает, у него и в семье все хорошо, и со здоровьем все хорошо, и вокруг все видят, что у него что-то получается. Если гармонии нет, тогда это все начинает как-то разваливаться. Вот. Поэтому, мне кажется, что важно, что делать то, к чему у тебя есть склонность, и в чем ты самовыражаешься. Тогда все остальное является следствием. И быть этим, ну, реально увлеченным. А с точки зрения тайм-менеджмента, это другой вопрос, да. То есть, собственно говоря, как сделать так, чтобы вот в процессе работы все успевать. Вот. Ну, мне кажется, что это очень сложный вопрос. Я не знаю, честно говоря, вот, как у меня все получается. И, наверное, получается далеко не все, потому что есть вещи, которые ты давно хотел сделать и не делаешь. Но мне кажется, очень важно, вот, с точки зрения работы генерального директора, это найти баланс между стратегией и операциями, да, потому что можно уйти в операции и в результате быть в лавине ежедневных операций, и ты тогда не будешь развивать организацию. А с другой стороны, можно заниматься только стратегией, тогда вдруг окажется в определенный момент, что есть проблемы с клиентами, с процессами. Вот этот баланс. Но мне кажется, что большинство людей, они его находят все-таки, ну, как-то интуитивно, да. Ну, по крайней мере, вот, в моем случае это так. Может быть, это неправильно, но я никогда специально тайп-менеджментом не занимался, хотя я знаю, что есть огромная, там, консалтинговая часть области тайп-менеджмента, написано много книг. Ну, вот я честно отвечаю на вопрос. Наверное, я мог бы делать это более эффективно. Вот. Слушай, а рабочая нагрузка при переходе от одной позиции к другой, она каким образом, менялась, не менялась? У меня она не менялась. То есть, я могу сказать, что, в принципе, вот с точки зрения… мне кажется, что организм человеческий устроен таким образом, что ты его сколько не загружай, что если ты… ну, это вот я… тоже будет интересно, да. Я вот примерно раз в год хожу в горные походы. Вот ты начинаешь первый день идти под полной нагрузкой, там, на килограмм тридцать. Ну, тебе очень тяжело, там, через час ты думаешь, что ты больше никуда не пойдешь, там, через два часа ты начинаешь сомневаться в своей нормальности, через три часа ты строишь планы относительно того, как ты поедешь куда-нибудь на берег моря, будешь там лежать и отдыхать. Вот. А к концу второго дня ты понимаешь, что, в принципе, все нормально, что груз мог бы быть и побольше, и, в принципе, что там десять дней. Ты месяц можешь так идти. Поэтому вот человеческий организм, он дан нам природой, и мне кажется, что он может держать вообще нагрузки не сопоставимые с тем, что каждый человек в своей жизни несет, да. Вот. И мне кажется, что чем больше организм нагружать, только делать это надо в соответствии с предположенностью человека, да. То есть, если он склонен быстро плавать, ну, значит, надо быстро плавать. Если он склонен, там, грубо говоря, проводить много встреч, вести переговоры, ну, значит, он должен заниматься. Вот важно найти ту область, в которой у тебя есть склонности. Если ты находишь, то, в принципе, нагрузку можно увеличивать достаточно сильно, особенно если находить баланс, да. То есть, если ты там, действительно, у тебя много работы, связанной с переговорами, там, сидячей работы, ну, надо заниматься спортом, да. Потому что, если спортом не заниматься, тогда организм начинает входить в такой дисбаланс. Надо отдыхать. Теперь вопрос, сколько отдыхать? Ну, столько отдыхать, чтобы, опять же, находиться вот в этом балансе. Вот. Но это сугубо индивидуальный вопрос. Потому что кто-то много отдыхает, потом за час делает столько работы. отдыхает. из-за того, как вы с ней справились? Или это вот для форусы? Нет. Это, конечно, типичная ситуация в проектной деятельности. Я вообще считаю, что в России очень мало проектов, которые делаются в бюджет. Вот мое мнение. Связано это с тем, что очень низкая повторяемость проектов и очень пока низкая, то, что называется, историческая база, да. Почему? Потому что в Европе достаточно устоявшийся бизнес. Плюс, если посмотреть на средний возраст тех консультантов, которые делают проектов, он, по крайней мере, на десять лет больше, чем в России. Вот. И там высокая повторяемость и технологий, и проектов. Поэтому, когда встречается поставщик, я имею в виду не в России, а, например, в Европе, поставщик и потенциальный исполнитель, настолько насыщен рынок и настолько уже много все набили шишек, что им очень просто друг с другом разговаривать. Они встретились, поговорили, у них у всех колоссальный опыт за спиной, и не надо друг другу объяснять, почему это дорого, почему ставка такая большая, и почему мы будем работать не по фиксированной стоимости, а по оплате реально отработанного времени. Потому что большинство консалтинговых проектов, например, и даже проектов по внедрению информационных технологий в Европе, они делаются именно так. У нас же нет, у нас все хотят фиксированную стоимость, как можно быстрее желать на вчера. Поэтому встречаются такие две стихии, да, то есть стихия клиента, который хочет все очень быстро, в минимальный бюджет и рынок консультантов, где есть много-много компаний, есть уже опытные компании, есть молодые компании. И вот дальше вот вопрос, кого выбрать? Да, вот мы в настоящее время сталкиваемся с ситуацией, когда нас выбирают при том, что у нас цена далеко не самая маленькая. Почему? Потому что мы очень долго объясняем, как мы будем делать проект, очень долго объясняем, какие риски. И дальше уже случается ситуация, когда не нас выбирает клиент, а мы выбираем клиента. Но может быть это для клиента не всегда хорошо, потому что клиент хочет работать с компанией, которая готова работать с ним на любых условиях. Но вот тогда и возникает ситуация, когда в условиях заниженного бюджета и завышенных ожиданий по рамкам получается проект, начинает работать компания, потом у нее кончаются деньги, вопрос, чего в этот момент делать. Так вот реальная ситуация на рынке, она такая, что мы, понимая стратегический интерес к клиенте, готовы может быть в него вкладывать в первом проекте, пускай мы там не заработаем прибыли. Но зато мы научимся работать с этим клиентом и он поймет, как с нами работать. То есть сложится то самое доверие, которого не хватает на рынке в силу его молодости для того, чтобы иметь базу по нормальной работе друг с другом. В Европе все это есть просто потому, что рынок существенно старше нашего. У нас этого нет, поэтому мы все еще ищем какие-то чудеса, но, к сожалению, чудес не бывает. То есть кто-то за чудо должен заплатить рублем, который он до этого заработал. А у нас пока еще не все понимают, что значит заработать, потому что в экономике много было средств, ну так назовем, халява, да, хорошее слово. То есть они откуда-то свалились, пока не понятно. Но сейчас все будет очень сильно меняться. То есть мы видим, насколько люди теперь внимательно относятся к деньгам. У нас, например, за этот год количество проектов по внедрению систем бюджетирования и планирования выросло в два раза. О чем говорит? Что рынок имеет осознанный спрос на такие системы. Надо планировать, знаете, план, факт, анализ, денег. Это очень хорошо. То есть это говорит о том, что рынок взрослеет, халявных денег становится меньше. Люди реально очень аккуратно считают свою эффективность и с большим уважением относятся к поставщикам, которые делают то же самое. Вот я хотел бы, чтобы мы были именно таким поставщиком. Да, пускай мы в первом проекте не заработаем, но клиент понимает мотивы, почему мы идем навстречу, почему мы даем скидки. Потому что нам это интересно. Вот мы, например, я встречался вчера с генеральным директором компании, которая занимается проектами в области массового кредитования населения. Нам это очень интересно. Вот. Поэтому мы готовы в это инвестировать и вместе с ними придумывать новые технологии, которых нет на рынке. Для чего? Для того, чтобы дальше эти технологии продавать другим заказчикам. Но это нормальные партнерские отношения. Именно вот, когда отношения партнерские, а не ситуация, когда мы хотим всех отжать и получить супер прибыль. И тогда и рождается доверие, и тогда и рождается взаимное value в проектах. И это очень хорошо. У нас будет такое уточнение. То есть получается, что вы на втором проекте практически закладываете клиенту в цену те издержки, которые… Это случается не так. Ко второму проекту клиент начинает понимать, как правильно делать проект. И он уже видит, что те риски, о которых мы говорили в самом начале, они реальные, он понимает, что ему надо больше выделять ресурсов на собственную организацию. Ну, ничего страшного. Да, мы на первом проекте не заработаем, на втором заработаем. Но это осознанно. Не то, что мы куда-то что-то закладываем. Мы можем, на самом деле, потом в конце первого проекта абсолютно спокойно с клиентом сесть и подвести итоги. Да, рассказать. Вот мы в проект входили вот так, а результат вот такой. И мы просим, не требуем, просим. Давайте рассмотрим вариант, как мы можем… И, на самом деле, если, это очень важный момент, если клиент в проекте получает value для бизнеса, то оно во много раз перекрывает те инвестиции, которые он вложил в проект. Но просто очень мало проектов на рынке, где действительно это value, оно очевидно. Вот в чем проблема. Спасибо. Друзья, я вижу, что у нас что-то не так с видео и звуком. Если вы хорошо видите Александра и слышите нормальный звук, напишите плюсик. Вот. Если что-то не так, напишите что-то не так. Давайте сделаем небольшую проверку по завершению нашего вебинара. Меня хорошо слышно? У нас поступают плюсики. Коллеги, если у кого-то сейчас что-то не так, поскольку у других людей все хорошо, а это очень разные точки на карте, то, скорее всего, программа подалокальная у вас. Скорее, это уже наладилось. Может, был какой-то такой моментальный всплеск на серверах вебинара, он такой иногда случается. В любом случае, запись у нас будет. То есть, мы делаем запись и вебинаре на камере. То есть, хорошее качество никуда не пропадет. Интересный вопрос. Просто рассказать про особенности работы с госзаказчиками. Есть ли какие-то особенности? Да, особенности очень простые с госзаказчиками. Действительно, с госзаказчиками главная проблема стоит в том, что обычно ты проект делаешь целый год, а деньги получаешь в конце. То есть, это особенности, собственно говоря, той бюджетной системы, которая реализована в настоящий момент в Российской Федерации. Это главная проблема. И что с этим делать, непонятно. Сейчас меняется законодательство так, чтобы можно было заключать проекты и финансирование не на год, а на несколько лет. Но у нас, к счастью, объем бизнеса с госсектором, он не такой большой. По этому году это будет, наверное, менее 10%. Поэтому мы любим работать с коммерческим сегментом. Просто потому, что ты имеешь возможность смотреть на человека, который платит свои обычно деньги за проект. И мне кажется, что это самое большое счастье. То есть, когда ты для конкретного человека, который платит свои деньги, делаешь проект, он доволен этим проектом, он потом искренне может тебя кому-то рекомендовать, либо наоборот недоволен проектом. Но тогда ты имеешь возможность без политики понять, почему, ну и как-то бизнес свой изменить для того, чтобы он был более эффективным. Источнение. То есть, вы считаете госзаказы интересными для вашей компании? Ну, конечно, госзаказы интересны для нашей компании. Почему? Потому что государство является одним из основных держателей бюджета. По-моему, по оценкам аналитиков, весь госсектор в IT превышает 50%. Но если посмотреть, в принципе, что происходит в государстве, то есть, у нас идет такое целенаправление о государственном бизнесе, чтобы мы не говорили, централизация потоков. Поэтому мы хотим работать с государством, мы учимся работать с государством. Делать это непросто, но мы стараемся. Стараемся. Друзья, ну что ж, мы подходим к концу нашего вебинара. У нас истекает час. Саш, напоследок, можешь ли дать какой-то совет тем людям, которые все-таки хотят стать то, что будут управлены первого уровня? Что им делать, на что обратить внимание, чтобы в конце концов стать генеральным директором? Ну, я считаю, что вообще такая позиция генерального директора, она, мне кажется, очень интересная. Это точно, абсолютно. Но она требует таких качеств, которые одновременно, знаете это, и ответственность, и драйв, одновременно и продажи, и управление, одновременно и взаимодействие и с государством, и с коммерческим сегментом. Это, я думаю, в любой отрасли. Вот, поэтому мне кажется, что человек, который реально способен быть на этой позиции, у него просто, как это, жизнь устроена таким образом, что он в конце концов там обязательно окажется. Потому что, вот, я бы с удовольствием, с удовольствием, да, вот, людей, которые могут быть генеральным директором, приглашал к себе на работу, я бы там, у нас же много бизнесов внутри, я бы с удовольствием эти бизнесы там им отдавал и так далее. Но, вот, мало людей, которые реально способны это делать. Поэтому, если вы к этому склонны и будете целенаправленно развиваться, то что значит брать ответственность, расти как профессионалы, то мне кажется, что у вас просто нет другого пути, вы там в конце концов просто окажетесь. Вот, реально. Потому что генеральный директор – это всегда бизнес. Да, у нас в России проблема в том, что, если посмотреть на статистические опросы, которые проводятся, да, то есть у нас много людей, которые хотят работать в «Газпроме», вот, но мало людей, которые хотят быть реальными предпринимателями, топ-менеджерами с точки зрения взятия на себя рисков, да, что такое предприниматель, что такое топ-менеджер. Это человек, который берет на себя риски, а потом, а потом получает вознаграждение за эти риски. А у нас обычно ситуация обратная. То есть хочется большую зарплату, а рисков мы брать не хотим. Так вот, собственно говоря, надо понимать, что сначала риски, потом деньги, а не наоборот. Вот. Тогда все будет нормально. Саша, спасибо. И напоследок, Калиют, последний-последний вопрос очень мне понравился от Екатерины. Видишь ли это для себя возможность сменить сферу деятельности, как сделал предыдущий генеральный директор? Ну, я вижу для себя такую возможность, да. Просто у меня есть некий план и обязательства, да, и я в ближайшее время этого делать не буду. Вот. А в будущем, я считаю, что если я смогу найти человека, который будет делать мою работу не хуже, чем я, ну почему бы и нет? Потому что все меняется вокруг. Я считаю, что человек должен развиваться. Но в ближайшем будущем я этого делать не планирую. Окей, Саша, спасибо. Сейчас я расширю кадр и постараюсь в него выйти, чтобы завершить наш сегодняшний вебинар. Друзья, ну что ж, спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами. По-моему, мы ответили на все вопросы, которые поступали. Саша, спасибо большое, что удалось найти время и к нам выбраться. Мы находимся рядом с офисом Куруса на Васильевском. Мне кажется, это немаловажный фактор. Надо будет как-то наладить сотрудничество, Александр. Да, без проблем. Да, и на самом деле, если у кого-то будут ко мне вопросы какие-то, вы можете выйти на сайт Курус Консалтинг. Там есть мои координаты все. Написать мне письмо или позвонить вообще. Прямо телефон даже есть, да? По-моему, там есть телефон. Поэтому, да, поэтому без проблем. То есть, если кто-то хочет или у кого-то будут какие-то вопросы или идеи, или кто-то захочет работать с нашей организацией в разных регионах, пожалуйста. То есть, еще раз, мы с удовольствием, мы открыты, очень настроены на сотрудничество, поэтому спасибо. Спасибо. Александр, спасибо. Коллеги, спасибо. И до новых встреч. Спасибо вам большое. Я никого не видел в лицо, но вообще у меня такой формат, знаете, второй раз в жизни. Вот. Но мне кажется, что раз вы потратили время вместе со мной, а было там порядка семидесяти человек, ну это здорово. Спасибо за ваше время. Для вечера пятницы это отличный результат на самом деле. Спасибо вам. Спасибо. Хороших выходных. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok